Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня я расскажу вам три правила, как носить туфли с джинсами. Да, друзья, носить туфли с джинсами это возможно, но вам нужно придерживаться некоторых правил. Я постараюсь объяснить их довольно доступно. Так, в разных ситуациях вы можете их применять и делать правильные решения. Сейчас вы видите модель Ли Джинс. Я буду использовать некоторые из их джинсов в качестве примеров. Это наш великолепный спонсор, с которым мы сотрудничаем около года. Меня действительно впечатлило то, что вы можете найти эти джинсы во всем мире, и то, как они этого добились. Скажем так, эти джинсы я помню как детские, но я всегда думал, что они больше ориентированы на женщин. Однако они заново изобрели себя. Перейдите на их сайт, посмотрите на их новый модельный ряд. Это компания с легендарной историей, почти в 100 лет. Я действительно рад тому, что у меня есть пара джинсов прямо сейчас. Ткань сырой деним, которую они производят, очень впечатляет. Что ж, позвольте мне вернуться к самим правилам. Номер один, господа. Вам нужно носить правильный тип джинсов. Ведь существует множество видов джинсов. Можете верить или нет, все джинсы являются повседневной одеждой. Но среди них есть более изящные джинсы. А есть ультраповседневные. Если они потертые, имеют дыры, светлые пятна, скорее всего, вам не нужно их носить с туфлями. Однако, вы подберете правильную пару. Что я имею в виду под правильной парой. Я оставлю ссылку на статью. Они должны хорошо сесть в талии и на бедрах. А также длина. Все это очень важно. Не носите слишком длинные джинсы. Особенно, если вы наступаете на них пяткой. Друзья, это однозначно неправильно. Убедитесь в этом. При необходимости обрежьте их. Вам не нужны джинсы клеш. Вам нужны те, которые суживаются к низу. Не носите мешковатые модели. Снова, выбирайте более узкие и аккуратные джинсы. Они будут лучше сочетаться с туфлями. Кроме того, я говорю об изящности. Что я имею под этим в виду? У меня есть эти селвиджи. Отличный пример очень темного индиго. Этот цвет. Повторяюсь. Сырой деним. Темный деним. Отличная ткань для джинсов. У нее более богатый вид. И я очень ее рекомендую. Есть еще несколько вещей. Это черная пара джинсов. Снова от Ли Джинс. Черный – это то, что я рекомендую не всем мужчинам. Но если вам в них комфортно, если у вас подходящий цвет лица, немного темнее, вы можете их надеть. Особенно, если вы хотите надеть черные туфли. Также отлично сработает, если вы наденете темно-серые, замшевые ботинки или что-то в этом роде. Теперь цветной деним и его темные оттенки. В особенности вы можете надеть с черными, с темно-коричневыми и с другими цветами. Вам не нужно дотошно подбирать и стараться, чтобы цвета соответствовали, потому что множество оттенков коричневого будут отлично сочетаться с ними. Итак, мы говорили о джинсах. И перейдем к правилу номер два. Носить правильный тип туфель. Что я имею в виду? Окей, посмотрите. Вот это все туфли от наиболее изящных до самых невзрачных. А здесь джинсы от наиболее изящных до самых невзрачных. Видите небольшой участок, где они совпадают? Это та область, из которой нужно выбирать. Итак, речь идет о туфлях. Нам нужны более повседневные туфли. Сейчас рассмотрим некоторые варианты, которые вам не нужно надевать с джинсами. Они выглядят достаточно формальными. И это обычные Оксфорды. У них похожий дизайн. Вот две модели. Что я имею в виду под закрытой сшивкой? Посмотрите здесь. Обратите внимание, как эта латка идет под передок туфли. У нее очень плавный темный цвет. Обычно черный, бордовый. Возможно, они будут слишком темными. Хотя я говорил об этом. Если вы в черных джинсах, можете надеть что-то более повседневное. Как черные лоферы или что-то в этом роде. Но что-то в стиле Оксфордов – это не то, что вам нужно. Вместо этого вам нужны туфли, которые называются дерби. И они имеют шнуровку. В основном здесь. Обратите внимание, насколько гладкая кожа спереди. Это тот тип обуви, который вы ищете. Также обратите внимание на цвет. Это светло-коричневый. Коричневые лоферы тоже будут отлично сочетаться. Большое количество ботинок. Замшевые ботинки. Слепоны. Все они будут хорошим вариантом, когда вы будете искать обувь, чтобы надеть их с джинсами. Правило номер три. Помните, когда вы сочетаете туфли и джинсы, даже для повседневного образа, это изящный повседневный образ. Поэтому вам нужно убедиться, что вы правильно подобрали цвет рубашки. Выбрали минимум аксессуаров, причем простых. Если вы модный, стильный парень, возможно, вы наденете какую-нибудь шляпу. В любом случае, удостоверьтесь, что все, что вы надели, сочетается. Учтите одну вещь, что туфли визуально делают вашу стопу меньше, в отличие от больших ботинок или подобной обуви, которая может сделать вас немного неуклюжим. Все это может привести к тому, что вы будете смотреться непропорционально. Вам нужно быть аккуратным с этими комбинациями, особенно если вы большой мужчина. Так, если у вас достаточно большая талия, друзья, будьте осторожны с этим комплектом. Это факт. Если у вас большая талия, я настоятельно рекомендую присмотреть пиджак, ведь это отличная вещь, которая завершит образ. Я считаю, что спортивный пиджак подойдет хорошо. Возможно, вы даже можете натянуть блейзер, но вы должны знать, зачем вы это делаете. Надеюсь, вы нашли это видео полезным. Перейдите на вспомогательную статью, я поместил туда картинки, немного инфографики, которая покажет совпадение. И я описал много интересных деталей. Если у вас возникли вопросы, переходите на realmanrealstyle.com. И хотел бы увидеть ваши комментарии, друзья. Что вы думаете об этом видео? Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok